У Хасана Халитова, видимо, были и другие планы, он решил просто позвонить. Как бы там ни было, вся сама эта история была такой резонансной. И вот давайте посмотрим, что Рамзан Кадыров сказал по этому поводу, какое он обращение сделал к Хасану. О, да, кстати, он же там говорит, мы тебя не будем убивать, ты должен, значит, иметь возможность болтать, типа, в Гаагу поедем, нато там, расскажи. Видимо, да, он тебя спас. И второе, по поводу той самой сумочки, Рамзан Кадыров решил прокичиться своим богатством. Он удивился, что такие дешевые сумки за 20 тысяч евро носят его дети. Он думал, что они гораздо дороже вещи. На этой неделе Рамзан Кадыров провел заседание правительства. На этом заседании он решил прокомментировать звонок Хасана Халитова, его дочери, вице-премьеру Кадыровского правительства, Айшат Кадыровой. А я напомню, что Хасан Халитов позвонил этому чиновнику, но когда она с ним, естественно, разговаривать не стала, после этого перезвонил сначала, видимо, ее муж, затем ее младший брат, тот самый Адам Кадыров Дустум, Шахвзаде Дуслык и, в общем, всевозможные звания и ордена, он перезвонил, обещал Хасану Халитову, что он его убьет путем... Ну, я тебя взорву, по сути, его, значит, как это дословно перевести. Ну, короче, подорву тебя. Такая вот угроза была в течение двух недель, он давал две недели Хасану. По-моему, две недели уже прошли, Хасан, хвала Аллаху, жив-здоров. Так вот, этот звонок Айшат Кадыровой настолько возмутил всю эту систему, всю верхушку, начиная там от самой Айшат, ее мужа, брата, заканчивая самим Кадыровым, что отдельно на совещании правительства они решили этот вопрос обсудить. Когда Хасана Халитова спросили, зачем он вообще, в принципе, звонил Айшат, что он хотел, он сказал, я хотел спросить по поводу сумочки за 20 тысяч евро и по поводу похищенных ребят в городе, ну, Шаринском районе. И вот Кадыров решил, значит, Хасану на эти два вопроса ответить. Первое, их вообще, в принципе, возмутило, что, мол, ты почему, мол, звонишь женщине? То есть, то, что они поставили женщину на чиновничью должность, по сути, там, третий-четвертый человек в республике, вице-премьер, она заместитель Магомеда Иудова. Когда они ее туда ставили, они, видимо, не знали, что ей, ну, ее должность подразумевает, что она подотчетна, что люди могут, журналисты там, блогеры, простые люди, могут задавать ей вопросы, могут пытаться как-то с ней связываться. Я не знаю, может быть, они ожидали, что Хасан Халитов приедет домой, запишется на прием, встретится с Айчат Кадыровой садастей, этот вопрос. У Хасана Халитова, видимо, были и другие планы, он решил просто позвонить. Как бы там ни было, вся сама эта история была такой резонансной. И вот давайте посмотрим, что Рафзан Кадыров сказал по этому поводу, какое он обращение сделал к Хасану. Рафзан Кадыровой садистом. Мы не знаем, что мы не знаем. в вашем ист díaichen в спас前 инь, специально, за силу, похожи на п brit Wing of Hell Млайти повторяйте земель для духов, или самолет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Думаю, что это не будет В Кремле, в Кремле, как раз таки тебе и дают так жить Кремль тебе все это и выделяет Кремлю как раз таки и выгодно, чтобы так было Но я это говорю для вот тех людей Я говорю это для обычных чеченцев Которые меня прекрасно понимают И они прекрасно разделяют все, что я сейчас говорю Вот эти жители, в которых вы план погашения задолженности составили какое вы дело им сделали они, знаешь, как они солидарны с тем, что я сейчас говорю знаешь, как они были бы не против, если бы ты вместо сумочки своей дочери сказал бы пока увидел это обращение жителей, что у них задолженность 5 миллионов, если бы ты сказал стоп, не нужно никаких там планов погашения глава района Абазов Абазов поедь значит, скажи им, что я закрываю полностью вопрос их задолженности моя дочь просто одну сумочку не получит, зато мы закроем задолженность этих жителей. И так, очень много вопросов по республике почему у нас до сих пор в желтых маршрутках на табуретках люди ездят из Шатоя в Грозный, из Удамкали в Грозный из Курчалоя в Грозный а твоя дочь ходит с дорогой сумочкой, например. Почему? Заметь, я ведь не задаю этот вопрос какой-нибудь блогерши, например блогерши, которая своей рекламой заработала себе деньги купила себе дорогую сумочку гермес, например ну все, пусть она пользуется ей на здоровье. У нас нет никаких вопросов почему она ее купила пускай покупает себе на здоровье это ее деньги вопросы к тебе ты ведь чиновник ты чиновник, который кичишься своим богатством новорованным причем ты думаешь кто-то удивлен что ли этими твоими средствами тем более сколько бы денег у вас не было как бы много какими бы огромными там финансами вы не располагали вы все равно остаетесь теми самыми колами то есть вы деньги получаете ваше состояние растет но ваш уровень не растет уровень в ваш социальный уровень понимаешь когда ты когда ты вот со всеми этими богатствами оказываешься в каком-нибудь там окружении например Путина где-нибудь на какой-нибудь встрече послание президента или еще что-то среди таких же вороватых чиновников там богатых людей бизнесменов вот ты среди них оказываешься ты все равно для них ты обезьяна ты обезьяна которые просто дали эти хозяева твои хозяева жизни в России они просто дали возможность тебе как обезьяне среди по их мнению среди других обезьян там твоих твоего окружения чтобы ты был выше них но ты для них так и остаешься обезьяной потому что твой как бы много денег у тебя не было твой уровень то не растет ни интеллектуальный никакой понимаешь поэтому ты деньгами ты никого не удивишь ты можешь завтра там все что угодно самолеты шаттлы закупать ты можешь мне напоминать о том что у тебя есть деньги да плевать это нас это не удивляет но ты помнишь что когда ты нам об этом говоришь ты говоришь это вот тем самым людям ты говоришь это жителю Знаменской которая садится на газель на табуретку газель едет в Грозный который 25 лет ты не можешь эту ситуацию исправить понимаешь 25 лет ты ситуацию с газелями исправить не можешь зато дорогие сумочки там для своей дочери и остальных покупаешь так вот ты когда подобные выпады делаешь когда пытаешься как-то не знаю на нас чем что-то чем-то точнее что ты пытался донести вот этим у вас ничего нет у меня есть все я для своих детей покупаю что ты хотел этим нам сказать вот то что ты хотел донести имея ввиду что ты это донес до тех самых жителей Грозенского района у которого задолжены они наверное до сих пор ее погашают уже сколько лет года 2-3 прошло после этого я уверен что они до сих пор не погасились их-то доходами вот ты им просто напомнил как богато живешь ты какие богатые подарки ты делаешь своим детям какие богатые подарки делают твои дети там друг другу и как из месяца в месяц из своей мизерной зарплаты эти люди вынуждены какие-то проценты отчислять для того чтобы погасить ту самую задолженность Джанго Салам Алейкум каково ощущение кадриловских пехотинцев которые стоят дешевле женских тапочек ащад кадыровой брехливая лживая свинья кадыровцы вкусите свой ценник одноразовый он сказал меня бьет через две недели говорит по моему прошли ведь эти две недели папа Адама меня спас а видимо да кстати он же там говорит мы тебя не будем убивать ты должен ты должен иметь возможность болтать типа в Гаагу поедем нато расскажи видимо да он тебя спас в стране где безрукий калека был осужден за то что душил мента это совсем неудивительно обвинять Мустафинова в какой каком-то преступлении да уж это неудивительно неудивительно я рахмам я рахмам я луну я шакур я Субтитры создавал DimaTorzok